Всем привет, друзья! Сегодня на канале мы поговорим об iPhone 6. iPhone 6. Поговорим о минусах и плюсах, и стоит ли покупать iPhone 6, естественно, БУ. Поговорим о том, что стоит ли брать iPhone 6, БУ именно, поговорим о БУ. И минусы, и плюсы. iPhone 6 был презентован в 2015 году. Этот телефон полностью поменял весь рынок. Как именно поменял этот дизайн? Потому что предыдущий iPhone 5s по дизайну был меньше. Купритиновцы, сделав такой дизайн, поменяли полностью весь рынок, и все начали делать большой телефон. iPhone 6, 6 Plus. Этот телефон я брал в трейд-ин, когда продавал iPhone 7 Plus. Человек мне отдал этот телефон, и я стал реализовывать, делать обзоры на iPhone 6. И сразу же скажу то, что мой первый iPhone, это был iPhone 6. В данный момент у нас iPhone 6 на iOS 11, это старый iOS, человек не обновлялся, тупо из-за того, что новый iOS тупит, из-за этого он не обновлялся. На 32 гигабайта. Состояние практически идеальное. Износ аккумулятора здесь 83%. Абсолютно все функции работают. Самое главное здесь. LTE, Wi-Fi, Bluetooth. Все работает. Камера, экран. Все оригинально, без ремонтов. iPhone 6 уже немножко подуставший. Я бы рекомендовал iPhone 6s брать. Но если денег не хватает, то в принципе можно брать iPhone 6. Но для кого нужен этот телефон? В игры, такие как Temple Run, можно здесь играть. Здесь игры, не все, не все игры можно здесь скачать, поиграть, тупо из-за того, что телефон немножко лагает. Но в основном, такие легкие игры, телефон может разрешить себя. Не лагает, все работает. Но сразу же скажу, что много приложений сюда скачать я бы не посоветовал. Потому что он тупо начинает выбрасывать. Он из игры выбрасывает. Телефон бы я бы посоветовал покупать именно для того, чтобы звонить, писать SMS, WhatsApp, Messenger, Avita, Navigator. Ну вот максимум 5-6 приложений скачать и все. Дальше уже, если больше скачать, то телефон начинает работать плохо, начинает лагать, начинает тупо сбрасывать все. Да и сейчас он немножко лагает, но потому что свои годы телефон уже показывает. Этот телефон выпуск в 2017-й, уже 3 года как телефон живет, но ни разу не подводил своего хозяина. Минусы этого телефона, то, что нельзя больше приложений скачивать и то, что немножечко лагает. И конечно, самый главный минус, это то, что в холоде выключается. Я это начал замечать давно. Я даже когда купил телефон, я уже знал, что в холоде этот телефон выключается. Поэтому, знаете, если берете iPhone 6, то в холоде он точно будет выключаться. Даже если не будет выключаться, то экран начинает тупо сильно очень лагать. Кому бы я порекомендовал этот телефон? Этот телефон подходит родителям, школьникам, детям не старшего возраста или даже старшим людям, студентам, которые больше приложений не скачивают. Им минималистам, которым нужен авито, ватсап, навигатор, одна игрушка, инстаграм, все. Чтобы у них не всегда интернет был включен, потому что телефон все равно очень плохо держит аккумулятор, даже если здесь новый аккумулятор поставить. Поэтому iPhone 6 я бы посоветовал вот таким людям. Да и всем могу посоветовать, но только если вы берете не для тяжелых работ. Вы берете чисто для того, чтобы звонить, писать сообщения, сидеть в YouTube немного и все. А дальше уже другие приложения, чтобы скачивать здесь, это будет очень тяжело. В принципе, все. Всем всего хорошего.